Рад вас приветствовать на нашем вебинаре. Прежде всего, пожалуйста, поставьте в чат знак «плюс», если вы видите картинку, если у вас есть презентация, и с голосом моим все нормально, вы меня слышите. Отлично. Спасибо за комментарии. В любой момент презентации, пожалуйста, задавайте вопросы. Так, сейчас проверим. Еще раз. С голосом только у Бориса проблемы? Или все-таки меня слышно? Голос есть. А, ну да, отлично. В любой момент презентации можете в чат писать вопросы. Также можно будет вопрос озвучить голосом. Сейчас я еще раз запущу презентацию. Так. Она должна была у вас появиться на экране. Если у вас подключен микрофон к компьютеру, можно будет в конце моей презентации задать вопрос голосом. Ну, сможем с вами пообщаться. Но общение голосом предлагаю отложить до конца моего выступления. Сегодня на несколько частей будет разбит вебинар. Первая часть напоминательная, ознакомительная, для того, чтобы вспомнить модельный ряд продукции GIGASET. И вторая часть уже техническая, по настройке системы GIGASET PRO и по работе с ее веб-интерфейсом. Коротко скажу о том, что компания GIGASET своими корнями уходит в компанию Siemens. Постепенно менялись названия. Когда-то это был Siemens GIGASET, потом GIGASET Siemens. Сейчас это полностью независимый бренд GIGASET 2011 года. Вся продукция GIGASET произведена в Германии с высокой степенью автоматизации. Человеческий фактор сведен практически к нулю. Единственное, окончательный процесс проверки выполняется людьми. А все остальное практически это робототехника. Так что очень высокое качество, очень малый процент брака. Ну и в целом GIGASET гордится своей продукцией, что до сих пор производство в Германии и высокое качество. В модельном ряду линейки GIGASET PRO есть как IP-ATS, так и стационарные телефоны. Но наша компания IP-MATIC представляет в России бренды из Китая IP-ATS e-Star, IP-телефоны e-Link. Поэтому из модельного ряда GIGASET PRO в нашей компании есть только системы микросотовой DECT-связи от компании GIGASET. В линейке продуктов GIGASET PRO, которые мы представляем в России, также есть оборудование для SINGLE-CELL, так называемой просто DECT-связи. Это система N510 PRO, базовая станция, и две станции, два компонента системы микросотовой DECT-связи. Это N720 DECT-менеджер и N720 базовая станция IP. Также набор трубок GIGASET для работы с любыми базовыми станциями от компании GIGASET, как одноячеечными, так и микросотовой. Мы сейчас подробненько все рассмотрим. Самая простая трубка, которая скоро уже закончится у нас на складе, она снята с производства, мы допродаем остатки. Это трубка S810H. Она наиболее доступна по цене, у нее экран 1,8 дюйма, такой же, как и в трубках EOLINK. И характеристики в целом очень-очень похожи на EOLINK. И размеры трубки, и работа с записной книгой, и автономность, и подключение 2,5-дюймовой гарнитуры дополнительной. Единственная разница с трубкой EOLINK здесь заключается в формате хранения записной книги. GIGASET использует формат V-Card, который вы можете встретить на современных смартфонах. Также этот формат работает в Outlook. EOLINK же работает с файлами XML и CSV. Кому как удобно, здесь просто дело вкуса. Следующая трубка GIGASET – это SL610H PRO. Данная трубка позволяет, кроме вышепересисленных особенностей, еще и работать с электронной почтой. У нее есть виброоповещение о вызове. Когда придет письмо вам на почту, то трубка провибрирует, подавая индикацию о входящем сообщении. И можно будет первые 250 символов этого сообщения прочитать, ну, грубо говоря, понять тему и вводную часть. Далее уже сесть за компьютер и подробно изучить, что же там вам пришло. Следующая модель – это трубка GIGASET SL750H. Это флагман, трубка для, скажем так, руководителей, для топ-менеджеров. Выполнена она в очень красивом дизайне, из очень приятных на ощупь материалов. Большой экран у нее, приятно лежит она в руке. Работает с почтой, как и предыдущая трубка. Работает с корпоративными справочниками. И особенность у этой трубки такова, что ее стакан для подзарядки можно по, точнее, не ее стакан, а саму трубку по microUSB можно подключить к любому USB-порту. И если она у вас будет разряжаться, в любом месте ее зарядить. И последняя трубка в линейке GIGASET – это защищенная трубка R650H PRO. Особенность данной трубки – защита от влаги и пыли по стандарту IP65. Также в корпусе предусмотрен фонарик. Мы такую трубку используем у себя на складе. Очень удобно в темных помещениях. Как раз помогает найти что-то нужное. У трубки есть также виброоповещение, есть работа с электронной почтой, есть поддержка корпоративного справочника. То есть все необходимые инструменты для повседневной офисной работы. На данном слайде я свел все трубки GIGASET в единую таблицу с такими наиболее распространенными, наиболее важными характеристиками. И в эту таблицу двумя последними колонками добавил беспроводные трубки E-Link W52H и W56H. В целом видно, что по характеристикам трубки очень похожи. За тем исключением, что трубки E-Link не поддерживают функцию виброоповещения, что есть во всех трубках GIGASET. Но зато у новой трубки E-Link W56H есть USB порт в стакане, который также можно подключить для зарядки трубки в любом удобном месте. И по времени жизни E-Link W56H, конечно, дает приличную фору и очень сильно автономна эта трубка. Все трубки, вот есть вопрос в чате от Бориса Бурдина. С базовыми станциями Panasonic проверялись ли совместимость. Как у трубок E-Link, так и у трубок GIGASET заявлена поддержка GAP. Этот стандарт позволяет зарегистрировать трубку на базовой станции другого вендора, при том условии, что этот вендор также поддерживает формат GAP. Поэтому регистрация пройдет и базовые функции будут работать. Это прием звонка и ответ на звонок. Скорее всего, будет ряд проблем с ответом на вызов. Мы проверяли работу вазовых станций GIGASET с трубками E-Link и с Panasonic мы не проверяли, но увидели ровно ту картину, про которую я говорю. Работает регистрация трубки на базе и прием и совершение вызова. Какие-то дополнительные возможности уже не работают. Функция HANDOVER мы не проверяли, не готов вам подтвердить. Себе отмечу и мы ее проверим. Итак, система одноячеечная, то есть просто DECT по IAP DECT система. Базовая станция GIGASET N510 к базовой станции может быть подключена до 6 телефонных трубок GIGASET. При этом одновременно базовая станция пропустит через себя только 4 одновременных разговора. может питаться по технологии POE и работает с уведомлениями e-mail, передает уведомления на труб. Существуют репитеры GIGASET, которые взаимодействуют с базовой станцией N510 IP PRO. Таких репитеров к базовой станции может быть подключено до 6. Через репитер проходит два одновременных вызова и есть поддержка HANDOVER. То есть абоненты, телефонные трубки, которые находятся в зоне действия репитера, могут из этой зоны действия выйти, попасть уже в зону действия базы. При этом разговор не будет прерван, никаких разрывов связи вы не почувствуете. Но я сейчас говорю именно о системе GIGASET. Как сказал уже, дополнительно проверим с другими трубками, пока не готов дать точный ответ. Вопрос от Бориса, отъедают ли репитеры канал. Нет, не отъедают. Всего к базовой станции можно подключить единовременно до 6 репитеров и до 6 трубок. Подключение репитеров не влияет на количество трубок. Все это работает в одной общей системе. Переходим к системе микросотовой ДЕКТ-связи. Это уже более сложная структура. Она состоит из нескольких компонентов. Давайте по порядку разберемся. Основополагающий элемент системы микросотовой связи GIGASET – это ДЕКТ-менеджер с названием N720DM-PRO. Он у нас расположен вот здесь, в верхней части системы. Он подключается по локальной сети к офисной сети, может питаться по технологии PLE. Второй компонент системы – это базовая станция GIGASET N720IP-PRO. Она также подключается по локальной сети к кабелям и питается по технологии PLE. Если у вас PLE-коммутатор не используется, то как ДЕКТ-менеджер, так и базовую станцию можно подключить адаптерами питания. 12 вольт, 1 ампер. Адаптеры используются. Как только вы подключаете базовую станцию по локальной сети, ДЕКТ-менеджер видит ее появление, и уже через ДЕКТ-менеджер можно этой базовой станцией управлять, выполнять настройки, вносить какие-то изменения. Когда подключаются по локальной сети все ДЕКТ-менеджеры, необходимые для покрытия помещения связью, то синхронизация между базовыми станциями происходит уже по беспроводному каналу. Это значит, что для того, чтобы абонент перемещался по всей площади здания, у него не было подрывов, соединений, не было пропадания голоса, это значит, что между двумя базовыми станциями должен быть устойчивый радиосигнал, несмотря на то, что они подключены по локальной сети. Через локальную сеть выполняется только их настройка, скажем так, и элементы управления. Эта система от Gigaset может существовать в локальной сети вместе с стационарными IP-телефонами. Это могут быть IP-телефоны Ялинк, могут быть телефоны другого вендора, в том числе это могут быть и беспроводные IP-телефоны, также использующие технологию ДЕКТ. Все это вполне себе может жить в одной сети. Подключается система к офисной IP-АТС, регистрируясь на ней, или же можно использовать виртуальную АТС, точно так же на ней регистрируясь, но просто это будет управление через облако, кому как удобно. К одному ДЕКТ-менеджеру может быть подключено до 30 базовых станций и до 100 трубок. Но есть ограничения. Через одну базовую станцию может проходить только 8 вызовов. Если у вас большой open space, где много сотрудников, и они часто звонят, больше чем 8 человек одновременно звонят, тогда в этом помещении надо будет предусмотреть две базовые станции, и количество вызовов у нас будет выше в два раза. Немного расскажу о ДЕКТ, потому что вопрос синхронизации между базовыми станциями, он стоит довольно остро, и от него зависит качество связи. Стандарт ДЕКТ был разработан специально для беспроводной передачи голоса, и реально, на практике, 30-50 метров, с учетом различных перекрытий и помех, это вот дистанция распространения сигнала. Поступил вопрос от Бориса про 720-ю, я так понимаю, станцию. 720-й ДЕКТ-менеджер, он содержит внутри себя сип-аккаунты, которые подключаются к IP-ATS. То есть он клиент. Как сервер ДЕКТ-менеджер наступать не может. Он клиент какого-то внешнего сервера, либо корпоративный АТС, либо облачный АТС. Сам он АТС не является. Идем далее. Помехи. Для сигнала ДЕКТ помехами являются абсолютно любые материалы. Вот в этой таблице слева указаны материалы, справа, насколько они решают прохождение сигнала. Вот, например, необработанное дерево и стекло до 10% ухудшает передачу сигнала. Обработанное дерево до 25%. И так далее, и так далее. Вплоть до того, что железобетонная стена, если она ездит в помещении, может до 75-87% понизить сигнал. Мы встречали такие помещения в своей практике. Например, лифтовые шахты, лестничные пролеты, какие-то парковочные пролеты, где бетонные перекрытия должны быть очень толстыми, для того, чтобы конструкция держала большую массу на себе. Поэтому там может быть такое, что сигнал будет затухать очень сильно, и для покрытия этих помещений нужно будет размещать большое количество базовых станций. Все это ведет к тому, что проект по телефонизации больших площадей с помощью микросотовой дект-системы, он требует предварительных работ, о которых мы сейчас как раз и поговорим. Чтобы обеспечить оптимальное качество сигнала, нужно понимать, что у каждой базовой станции есть радиус распространения сигнала. Оптимальный диапазон, где две базовые станции должны пересекаться, это минус 65 dBm. При этом должна быть зона перекрытия, то есть та зона, где один сигнал попадает внахлёст на сигнал другой базовой станции. Эта зона должна составлять 2-3 метра. Для того, чтобы человек, который идет по площади в направлении от одной базовой станции к другой базовой станции, у него было 2-3 секунды, чтобы его телефон успел распрощаться с первой базовой станции и синхронизироваться со второй. Таким образом, будет произведена бесподрывное соединение, и разговор произойдет без помех и ухудшения качества связи. При этом бывают такие помещения, которые очень вытянуты в длину. И в этом случае надо выстраивать базовые станции в цепочку. Максимально от изначальной базовой станции до конечной может быть 5 уровней. То есть 6 уровня уже нет. Поэтому, планируя телефонизацию покрытия связью помещения, нужно исходить из той концепции, как вот круги на воде, когда вы камушек кидаете в центральную часть, и равномерно сигнал распространяется к крайним точкам. Концепция должна быть именно такой. Еще хотелось бы отметить, что для того, чтобы система была наиболее, скажем так, безотказной, желательно предусмотреть синхронизацию одной базовой станции с двумя. То есть, когда вы выстраиваете цепь, то если один из элементов этой цепи выйдет из строя, то все остальные остаются без связи. Если это возможно, то желательно делать, вот как на примере перекрытия, где одна базовая станция пересекается сигналами одной, точнее, двух или более базовых станций, чтобы если одна станция выйдет из строя, другие могли на себя взять нагрузку. Ну и не забывать, конечно, что в радиусе действия одной базовой станции может быть только 8 одновременных вызовов. Вот как я уже говорил, если присутствует помещение, где вызовов больше, чем 8, просто размещаем вторую базовую станцию и решаем таким образом задачу. Бывают такие случаи, что помещение находится настолько удаленно, что никак нельзя с помощью радиосигнала, с помощью пяти базовых станций до этого помещения добраться. Поэтому в данном случае можно эти помещения объединить локальной сетью, поставить в каждом из помещений базовые станции и сделать таким образом два кластера. То есть абонент сможет работать в одном кластере. К сожалению, при переходе между зданиями из кластера 1 в кластер 2 разговаривать он не сможет, связь будет потеряна. Но когда он придет в кластер 2, то его трубка снова увидит базовую станцию, появится сигнал, и он сможет принимать и сам совершать вызовы. Есть другой пример использования кластеров, когда в кабинете у руководителя проводится совещание, нужно, чтобы трубки сотрудников там не работали. С помощью кластера можно решить и такую задачу. То есть трубки руководителя, трубки подчиненных работают только в кластере 1, а находясь в кластере 2, они потеряют сигнал и могут спокойно совещаться в кабинете руководителя, не отвлекаясь на поступающие инфа. Такой пример мы тоже встречали. Ну, что следует из этого всего? Значит, нужно каким-то образом распланировать размещение базовых станций в помещении, чтобы покрыть всю площадь здания. Ну вот совершенно верный сигнал, извиняюсь, сигнал. Вопрос задает Борис, мы как раз к этому и переходим. Чтобы оценить уровень сигнала и количество потерянных пакетов, можно использовать абсолютно любую трубку EGASET. На ней, на трубке, вводится специальная сервисная команда 3 звездочки 922, и трубка переходит в режим отображения служебной информации. В верхней части экрана, как показано сейчас на слайде, появляется информация об уровне сигнала, частоте, скажем так, канале связи и информация о потере пакетов. Нас интересует уровень сигнала, это крайний левый параметр, и потеря пакетов, крайний правый параметр. Вот на примере мы видим, что уровень сигнала минус 30 dBm, это очень хороший уровень сигнала, и потеря пакетов 100, то есть 100% пакетов доставлено, потерь нет. Также есть у GIGASET специальный чемодан, называется N720 SPK PRO, он есть и у нас в наличии, мы его под запрос выдаем на несколько дней, чтобы вы могли с этим чемоданом доехать до нужного объекта и измерить, как будет проходить сигнал и просчитать, где поставить точки. Поэтому мы выдаем его под запрос, бесплатно, обращайтесь, естественно, конечно, желающие находятся, поэтому на долгое время не даем, но думаю, что в неделю вполне можно уложиться. В этом комплекте есть базовая станция с набором аккумуляторов, встроенных, чтобы вы не были привязаны к розетке, а могли с ней перемещаться спокойно по помещению, и две трубки, которые с высокой степенью точности откалиброваны к базовой станции и удаляясь от базовой станции вы будете видеть, насколько ухудшается ваш сигнал. Эти трубки, они ровно для того, чтобы просто измерить прохождение сигнала по помещению. В этих трубках нельзя пользоваться конференцией, переадресацией, зарегистрировать на СИП-сервер, этого невозможно. Они просто привязаны к станции, чтобы сделать тестовый звонок, услышать друг друга и посмотреть уровень сигнала. Что касается уровня сигнала, на самом деле нет ничего в этом страшного и сложного, даже не имея опыта, можно очень быстро разобраться с измерениями. Для этого я сейчас вам как раз некоторые данные показываю. Здесь две таблицы на слайде. Верхняя таблица о качестве сигнала. Оптимальное качество это минус 60 dBm. Все, что меньше, это хорошо. Об этом можно не говорить. Все, что больше, это минус 65, минус 70 dBm. Это удовлетворительное качество и оно тоже может быть использовано. Но вот выше уже нежелательно. То есть, если вы с трубкой отошли от базы и увидели у себя показатель минус 70 dBm, это значит, что в этом месте надо остановиться и где-то в этом месте предусмотреть установку второй базовой станции, чтобы она могла синхронизироваться с предыдущей и как бы дальше вы начинаете продвигаться по помещению. Вторая же таблица, она говорит об уровне сигнала. Опять же, 100% это хорошо, значит, потерь нет. 99% и 98% это минимально достаточное качество, чтобы у вас не было потерь кусков речи, чтобы не было никаких прерываний во время соединения. Если вы уходите от базовой станции с трубкой и видите значение 97 и ниже, это неприемлемо. Надо возвращаться ближе к базовой станции и искать точку с меньшим количеством потерянных пакетов. Если помещение, как мы говорили, с большим количеством сотрудников, которых надо телефонизировать, то размещать две базовые станции нужно на расстоянии друг от друга не меньше метра, иначе их частотные диапазоны будут пересекаться друг с другом и создавать друг другу помехи. Будет потеря пакетов возникать, ну и ухудшение качества связи. А оптимально где-то 1,8 или 2 метра от пола поднять базовую станцию, ну и вплотную в угол базовую станцию не вешать, а где-то полметра заложить и разместить базовую станцию на стене. Обращу внимание, что именно на стене у встроенных антенн есть спектр излучения, который подразумевает именно настенное размещение. На потолок вешать, конечно, в крайних случаях можно, но стараться надо искать какое-то размещение именно на стене. Ну и требования к локальной сети, которая должна быть проложена к тем точкам, где вы будете вешать базовые станции, это 100-мегабитная сеть, еще лучше, конечно, гигабитная, сейчас разница в цене не столь велика, поэтому лучше заложиться, скажем так, на большую пропускную способность. И что касается ПОЕ, то N720 Дект Менеджер, он работает, потребляя от полуватта до 4 ватт, то есть стандарт ПОЕ 802.3 АФ класс 1, и базовая станция N720 IP ПОЕ по ПОЕ 802.3 АФ классу 2, потребляет больше энергии, за счет того, что в ней есть беспроводная часть, и она требует большего питания, это где-то от 4 ватт до 6,5 ватт. И всегда, не только для беспроводных ДЕКС-систем, но и для настольных аппаратов, мы рекомендуем в локальной сети предусмотреть организацию ВИЛА, чтобы все телефоны вынести в отдельный сегмент сети, чтобы, не дай бог, какая-нибудь коллизия, созданная сотрудником, неправильно подключившим компьютер, не смогла повлиять на качество вашей телефонной связи. Ну, если этого невозможно, то тогда хотя бы настраивайте QoS, quality of service, чтобы пакеты, идущие от телефона, вашим марштизаторам были первостепенно отданы в сеть, и пользователи, которые создают трафик, выкачивая что-то из сети, или работая с какими-то большими объемами данных, чтобы этот трафик, опять же, не влиял на телефонную связь, а приоритизация была именно на голос. Вопрос от Бориса, опять, VLAN, про VLAN. Поддерживает VLAN сами устройства Gigaset. Веб-интерфейсе я вам покажу чуть позже. Эта настройка живет в DECT-менеджере. Ну, а телефонные аппараты, здесь они по DECT работают, тут VLAN никак не привяжешь, вся логика идет через DECT-менеджер. Настольные телефонные аппараты практически все поддерживают VLAN современно. Любой поступающий проект на расчет помещения, на количество базовых станций и на телефонизацию можно разделить на четыре шага. Первый шаг это определить требования телефонной сети, то есть понять сколько сотрудников должно обладать телефонами, где вот эти люди, в каких помещениях находиться, в каких местах будет больше восьми одновременных людей разговаривать. Второй шаг это нарисовать план размещения микросотового оборудования, нужно у заказчика по-хорошему запросить чертежи помещения и примерно на нем проставить точки, где можно будет поставить базовую станцию DECT-менеджер. Третий шаг это придется выехать к заказчику на место, можно с обычной трубкой или кассет, можно у нас чемоданчик взять и по вашему плану, который вы наметили, пройтись и посмотреть все ли так, как вы планировали. Действительный сигнал нормально проходит. Ну и четвертый этап это монтаж, то есть это установка DECT-системы. Ну вот давайте на примере разберемся, есть какое-то здание, которое заказчик просит телефонизировать. У заказчика надо запросить информацию о том, сколько сотрудников работает в каждом из кабинетов. Здесь вот мы на схеме видим, что во всех кабинетах нет более 8 человек. Это значит, что в каждой точке мы можем поставить только по одной базовой станции. У нас не будет большой нагрузки в какой-то конкретной точке. Далее для этого помещения нам надо попытаться найти центральную точку, от которой мы начнем расходиться в сторону. Ну вот мы для себя на плане ставим точку A. После этого выезжая к заказчику, мы в точке A, где мы там хотели ее разместить, ставим базовую станцию, берем трубку и начинаем ходить по помещению, смотрим, где у нас сигнал приемлемый, а где он уже угасает. На данной схеме видно, что точка B находится на самом краю, где сигнал уже затухает, для того, чтобы абонентам 5 и 4 тоже оставаться на связи. Ставя точку B, она накрывает эти помещения. Если есть у заказчика, например, несколько этажей, тогда где-то в лестничном пролете можно предусматривать еще точки доступа, точнее, базовой станции, чтобы люди на других этажах были связаны с центральной точкой A. Ну вот здесь получается, что как раз-таки два этажа можно накрыть. Точка A это первый уровень, точка B получается у нас второй уровень синхронизации. Через лестничный пролет мы спускаемся вниз, попадаем в точку E, это третий уровень синхронизации, и можем телефонизировать второй этаж с точками D и C, то есть это четвертый и пятый уровень. Вот после точки C уже ничего ставить нельзя, система больше пяти уровней синхронизации не поддерживает. Ну, обычно данные вносятся либо в табличку, либо в списком, для себя, помечая, какой уровень сигнала и какой уровень потери пакетов мы наблюдаем в точках, чтобы увидеться, что не будет подрыва соединения. Ну и переходим к настройке Microsoft DECT-систем, к обзору веб-интерфейса. Мы все промерили, рассчитали количество телефонных трубок для заказчика, рассчитали количество базовых станций для заказчика, грубо говоря, повесили их на те места, где мы распланировали, подключили к локальной сети и начинаем выполнять их настройки. Ну, я сначала хочу сказать буквально пару слайдов про систему N510. Это не микросотовая DECT-система, это просто DECT-IP, но тем не менее она настраивается через веб-интерфейс и имеет некоторые конфигурации. Базовая станция подключается в локальную сеть, в которой живет корпоративный АТС, корпоративные компьютеры и по беспроводному интерфейсу DECT взаимодействуют с трубкой. Первоначально, включая базовую станцию в сеть, она по DHCP будет подключаться к вашему сетьобразующему устройству. Соответственно, надо будет по MAC-адресу этой базовой станции в DHCP-сервере посмотреть, какой IP-адрес получила базовая станция. Есть второй вариант. Второй вариант это нажать кнопку, единственную кнопку на базовой станции и подержать ее 3 секунды для того, чтобы базовая станция перешла в режим регистрации. После этого вы берете в руку беспроводную трубку, заходите в меню настройки регистрация и запускаете процесс подключения трубки к базе. Трубка синхронизируется с базовой станцией, для этого она запрашивает пин-код, по умолчанию пин-код 400 и после этого уже через настройки трубки, через меню раздел система вы видите какой IP-адрес получила базовая станция. Вот такие вот два способа. Когда вы узнали IP-адрес, открываете браузер, вводите в адресную строку полученный IP-адрес, вас попросят ввести пароль. По умолчанию это 400. Первая страница, которую вы увидите, это настройка сетевых параметров. Как я уже говорил, по умолчанию это DHCP. По вашему усмотрению вы можете внести статический IP-адрес. Не думаю, что этому надо учить вас. Все-таки технический у нас вебинар сегодня. Есть такая интересная настройка в системе GIGASET, как разрешение удаленного подключения. По умолчанию эта настройка выключена, и если вы знаете заранее, что вам придется удаленно администрировать вашего заказчика, или, например, он использует несколько подсетей, и потребуется доступ к базовой станции из другой подсети с IP-адресом отличным от того, что она получила, то вот эту настройку разрешить удаленный доступ надо включить, иначе трубка вам скажет нет, ничего не знаю, никого не пущу. На этом же слайде внизу как раз есть настройка, касающаяся Вилана. она живет вот в базовой станции. Далее мы переходим к работе с телефонными аккаунтами, к подключению по СИП. Базовая станция поддерживает до 6 СИП-трубок, поэтому логично, что у каждой трубки должен быть, может быть, свой индивидуальный СИП-аккаунт. Поэтому предлагается сделать 6 независимых регистраций. На самом деле сервер, если стоит базовая станция в локальной сети зачастую один, и фактически будет использоваться один провайдер, но ведь может быть такое, что и 6, поэтому предусмотрели по максимуму. Нажимая кнопку Edit, вы переходите в раздел настройки подключения к IP-АТС, корпоративной или облачной, у кого как. Ну, в этом разделе все как обычно. Вы указываете IP-адрес или доменное имя АТС, указываете логин, пароль и порты, если порты используются нестандартные. После этого вы сохраняете изменения и все, собственно, связь с этим сервером у базовой станции будет установлена. установленного. После этого надо, грубо говоря, распределить по трубкам аккаунты. Ведь может быть так, что задача такая, что одна и та же трубка, один и тот же абонент должен принимать и совершать звонки с разных серверов. Для этого есть отдельная страница настройки веб-интерфейсе. Вы можете указать, каким регистрациям входящие или исходящие направления может использовать та или иная трубка. И вот поступил вопрос очередной от Бориса про аналоговую линию. Да, к сожалению, эта тенденция последних лет не только Гигасет, но и Ялинк тоже пошел по такому пути. Убирают аналоговую линию из базовой станции. От вендоров мы внятного ответа почему не получили, но с точки зрения здравой логики это дополнительная нагрузка на аппаратную часть. Нужен какой-то ДСП-процессор либо отдельный, либо более производительный, единый, который будет обрабатывать и аналоговую линию, и IP-вызовы. Видимо, это усложняет и удорожает конструкцию, и производители идут по пути ухода в IP, более современной технологии, мотивируя это тем, что вроде как аналоговую линию можно подключить в городскую АТС, а к ней уже подключиться по IP, зачем же ее в офисную базовую станцию подключать, которая где-то там стоит на столе или висит на стене, как вы будете туда и тянуть. У всех свои аргументы, факт остается фактом, что линии в базовых станциях ни Гигасет, ни Ялинк, городских линий нет. В итоге в разделе статус мы видим, что у нас подключенные трубки имеют определенные серийные номера и они зарегистрированы на определенные СИП-аккаунты. Поэтому про 510-ю систему мы вот так коротенько завершаем и переходим все-таки к микросотовой DECT-системе, которая состоит из внешних компонентов. Первое, что вы должны сделать при установке микросотовой DECT-системы, это подключить DECT-менеджер в локальную сеть, увидеть его IP-адрес и зайти в его веб-интерфейс. Вот уже после этого надо подключать базовые станции и они будут появляться в интерфейсе DECT-менеджера, после чего уже можно будет всю систему настраивать. Ну, начнем. Подключается DECT-менеджер в ту же локальную сеть, где живут компьютеры пользователей, другие телефонные аппараты и корпоративный АТС. Точно так же DECT-менеджер, как и предыдущая базовая станция, получает IP-адрес автоматом по DHCP от вашего сеть образующего устройства. Вот, вариантов тут узнать адрес несколько. Первый вариант, идти с MAC-адресом DECT-менеджера в DHCP-сервер и смотреть, какой IP-адрес выдан для этого MAC-а. Вариант второй. Ничего не запоминая, открыть браузер и ввести туда www.bigaset-config.com. DECT-менеджер рассылает широковещательные пакеты по сети и получив в браузере, точнее набрав в браузере такую комбинацию букв, DECT-менеджер отзовется на нее и вам откроется страница, на которой будет показан IP-адрес и MAC-адрес DECT-менеджера. Дальше вы уже просто переходите на IP-адрес устройства и попадаете в веб-интерфейс. Но есть еще и третий вариант. Если в DHCP-сценарий вас не устраивает, можно перевести DECT-менеджер в режим статического IP-адреса. Для этого вам надо нажать кнопку Reset и удерживать ее. После этого подать на устройство питания, подождать пока он загрузится и отключить устройство. При следующем включении настройки, которые указаны на слайде сейчас, будут применены и статический адрес будет указан на устройстве. 192-168-143-1. Ну и обратно то же самое. То есть такой же процесс. Вы нажимаете кнопку Reset на несколько секунд. Перепереподключаете питание и DeckManager возвращается в режим получения адреса по денежнику. Также с помощью кнопки Reset можно выполнить сброс DeckManager заводским настройкам. Если вы что-то с конфигурацией напутали или что-то не получается, кнопочкой Reset можно откатить заводским настройкам устройства. Когда мы все-таки IP-адрес какой-то получили автоматический или статический этот адрес надо ввести в браузере попадаете на веб-интерфейс устройства здесь также по умолчанию пароль для входа это 4.0 точно так же первым делом вы попадаете на страницу сетевых настроек здесь же внизу страницы настройка VLAN после выполнения этих настроек если посмотреть чуть ниже как в предыдущем устройстве есть возможность дать удаленный доступ к изменению настроек если вы с другой сети будете работать ее надо будет настройку включить теперь получается у нас что дек-менеджер мы сети нашли интерфейс мы увидим начинаем подключать базовые станции не забываем что мы их подключаем там в тех местах где они будут по радиодиапазону друг с другом пересекаться подключаем мы по локальной сети и в интерфейсе дек-менеджера автоматически появляется информация о том что подключена базовая станция с таким-то MAC адресом надо в интерфейсе дек-менеджера нажать кнопку confirm подтвердить чтобы эту базовую станцию каким-то образом назвать и применить те или иные настройки очень вам рекомендую называть базовые станции по тем помещениям где они находятся то есть переговорная комната 1 бухгалтерия технический отдел сразу будет понятно в интерфейсе где висит базовая станция если какие-то проблемы возникнут куда бежать в итоге мы в интерфейсе получаем информацию о базовых станциях какой кластер использует эта базовая станция то есть если они развешаны в виде цепочки в виде линии то тут же в интерфейсе дек-менеджера вы указываете какой кластер будет использован для какой базовой станции и в принципе бывают такие сценарии что в базовой станции веща в одном помещении в виде марш-то степени заполняйсь в интерфейсе в том что в интерфейсе нужно не вот это ну это особенно что вам Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Для настройки одного из серверов нажимаем на кнопку «Edit» и указываем название этого сервера для себя, чтобы понимать, куда мы подключаемся. Указываем домен и порты. Логин с паролем не указываем. Обращаю внимание. Далее. К системе начинаем подключать трубки. Для этого в веб-интерфейсе DECT Manager есть страничка Mobile Devices и кнопочка «Добавить новое устройство». Нажимая эту кнопку, всплывает окно с пин-кодом. Пин-код рандомно, каждый раз новый, для того, чтобы обезопасить систему. Зная этот пин-код, вы переводите трубку в режим поиска базовой станции и набираете указанный пин-код. Трубка после этого в системе найдена. Вы видите в веб-интерфейсе информацию о модели трубки, о ее MAC-адресе. И в системе вам предлагается указать логин и пароль, с каким номером эта трубка будет работать, и выбрать один из десяти серверов, которые мы ранее уже настраивали. Конечно же, для каждого внутреннего номера, для каждого абонента, можно настроить дополнительные настройки в виде голосовых кодеков, в виде переадресации, работы с локальной или удаленной книгой. Все это есть в системе в отдельной странице веб-интерфейса. В том числе, кстати, обращаю внимание и электронная почта, с которой трубка может взаимодействовать и получать уведомления. Есть настройка в системе для светового уведомления, то есть индикаторы самой трубки будут говорить вам о появлении каких-то голосовых сообщений в электронной почте. Все это всем этим управляется с DECT Manager. Да, Борис, все верно. Трубка подключается к SIP-аккаунту. Вы регистрируете трубку на DECT Manager и сразу при регистрации указываете номер и пароль. К какому SIP-серверу с таким номером паролем вы будете подключаться. Когда вы эти все процедуры закончили, вы видите страницу с номером трубки, что она успешно зарегистрирована, зеленой галочкой отмечается в системе. И можете продолжить добавлять трубки таким же способом. Если в системе нет АТС и все-таки DECT Manager работает напрямую с каким-то внешним сервисом и надо ограничить трубки в наборе номеров. Например, сделать трубкам возможность только набирать внутри города, не выходя на межгород и тем более на другие страны. Это тоже есть в веб-интерфейсе DECT Manager, раздел «Телефония». Можно указать префикс и разрешить или запретить набор этого префикса. Если вы указываете префикс и разрешаете, то кроме как на номера с таким префиксом никуда звонить не получится. Такая вот легкая замена IP от АТС. На практике мы это очень редко встречаем, скажу честно. Очень правильный вопрос поступил от Бориса, что в 510-й станции GIGASET к одной трубке можно было привязать несколько линий. А в 720-й микросотовой DECT-системе только одну. Да, совершенно верно. Здесь логика системы другая, количество трубок до 100. И здесь все-таки система рассчитана на то, что микросотовая часть будет работать с АТС. То есть вы DECT Manager даете трубке аккаунт от станции, а уже в АТС вы настраиваете, куда этому аккаунту можно звонить. То есть только внутри, если снаружи, то внутри города или же в другие города. Обычно в АТС все это очень гибко настраивается в виде правил маршрутизации. Я так думаю, что если бы они это сделали все то же самое в DECT Manager от GIGASET, то продажи АТС и GIGASET резко бы упали из ненадобности. Тем более, что цена там немаленькая за АТС. В отдельном разделе веб-интерфейса, который называется продвинутые в АИП-функции, включается или выключается поддержка 722 и 729 голосовых кодеков. В этом же разделе настраивается, какой тип ДТМФ использовать в системе. Тут хочу оговориться и сказать, что использование 22 и 29 кодеков, они более ресурсоемкие, поэтому если вы включаете поддержку их, то базовая станция начинает вместо 8 одновременных вызовов пропускать только 4. То есть ресурс системы ровно в 2 раза понижается. Соответственно, если у вас узкие каналы связи, и вы планируете использовать эти кодеки, вам надо понимать, что в одном помещении у вас будет только 4 абонента разговаривать. Если этих абонентов у вас больше, придется в нем вешать в этом помещении дополнительную базовую станцию. Вот такое вот ограничение. Также в этом разделе продвинутые в АИП-настройки можно изменить стандартные SIP-порты, стандартные RTP-порты. Это все требуется для того, чтобы обезопасить свои подключения. Также в веб-интерфейсе DECT-менеджера есть возможность подключиться к корпоративному справочнику LDAP. Здесь все стандартно. Указывается логин-пароль для подключения, указываются фильтры. Фильтры – это обычно имя сотрудника и номер. Набирая какой-то номер на телефонной трубке, у вас происходит прямо на трубке поиск по корпоративному справочнику LDAP и вывод вам совпадений подходящих вариантов. Это стандартно. И трубки GIGASET работают с удаленными XML-книгами. Тут это общая практика. Это и в настольных телефонных аппаратах используется. Можно создать какую-то XML-книгу в Excel-таблице, разместить ее у себя на компьютере, всем телефонным аппаратам, в данном случае GIGASET 720 ДЕКТ-менеджеру, доступ к этой книге. И эта книга будет видна на телефонных трубках, работающих с этим ДЕКТ-менеджером. Такие простые вещи. Под конец, чтобы разгрузить немножко головы. Конечно же, работа с НТП-серверами. Указывается, может быть, указан ваш какой-то корпоративный НТП-сервер или публичный. Можно вручную время настроить, и автоматом будет адект-менеджера по базам станций распространяться и под рукам. Есть возможность под, скажем так, подстройки системы под телефонные тонны конкретных регионов. Нас, конечно, интересует таможенный союз наш. Здесь надо выбрать Раша, и телефонные тонны будут установлены в тех стандартах привычных нам. В разделе веб-интерфейса можно изменить пароль доступа. Конечно же, в 4.0 это не совсем безопасно. После настройки можно подвести свой пароль для доступа к системе. Через веб-интерфейс можно сохранить созданную вами конфигурацию на компьютер, и позднее, если вы что-то изменили, что-то переделали, также с компьютера эту конфигурацию забрать и в систему загрузить. Вот еще предусмотрена очень интересная страничка, которую у других вендоров я, честно говоря, не встречал, но мне кажется, это правильно. Страничка для запланированной перезагрузки устройства. На самом деле, никто из вендоров не безгрешен, и по-хорошему устройство должно быть периодически перезагружено для более правильной работы, для того, чтобы не встречать каких-то ошибок. Вот здесь сделано очень удобно, можно запланировать ежедневную загрузку, раз в месяц, раз в какой-то интервал, с указанием времени. Ну, например, ночью, когда никто явно не работает, система спокойнее к себе перезагружается. Также в системе есть логирование. Если вдруг что-то работает не так, звонок не проходит, качество голоса неудовлетворительное, или вообще голос в одну из сторон не ходит, можно из системы выгрузить те или иные логи, галочками указать, какие конкретно моменты интересуют, и их уже выгрузить, предоставить службу технической поддержки. Ну и на самых последних слайдах я привел таблички о том, что на базовых станциях системы Гигасет Н720 есть светодиодные огоньки, самый верхний огонек это статус ДЕКТ-системы, второй сверху это состояние питания и локальной сети, третий это ВАИП, то есть успешна ли регистрация на сервере или нет, четвертый огонек сверху это статусы, есть ли вызов сейчас в системе или нет, и внизу кнопка Reset. То же самое, есть светодиоды на ДЕКТ-менеджере, их назначение иное, первое это состояние ДЕКТ-системы, в порядке ли оно, или есть какие-то ошибки, второй и третий огоньки, это состояние питания и локальной сети, четвертый огонек это второй ДЕКТ-модуль, резервный его статус, и кнопка Reset. В таблице есть комбинация, как вы знаете, есть диагностика компьютера, сколько пиков, какой длины, что неисправно. То же самое здесь в таблице, я привел комбинацию, вы можете этот документ себе скачать и пользоваться, статусы системы, и о чем говорят те или иные огонечки. На сегодня все, мы вложились в наш отведенный час, спасибо вам большое за внимание, если есть вопросы, я жду их в чат, или можете поднять руку и голосом мы с вами пообщаемся. Если вопросов нет, то у нас есть почта support.sobaka.ipmatika.ru, вы можете туда обращаться и мы вам будем что-то на этот вопрос отвечать. Ну, что ж, я еще буквально минутку подожду, на всякий случай еще раз всем спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok